Возможность снять этот выпуск появилась благодаря дилеру BMW Rolf Premium на 85-м километре МКАДа. Здесь самое лучшее предложение на BMW в России. Также, друзья, если выпуск наберет более 1000 лайков и 100 тысяч просмотров, тогда за самый интересный содержательный комментарий к тесту подарю автору комментария оригинальной часы BMW от компании Rolf Premium. Приятного просмотра! КОНЕЦ Приветствую вас, друзья! В истории концерна BMW с выходом рестайлинга 7-й серии на рынок произошло значимое событие. Еще ни разу изменение дизайна текущего поколения не было таким глубоким. Посмотрите на автомобиль. Его внешний вид поменялся кардинально, теперь стилистически он напоминает Rolls-Royce. Если кто-то жаловался ранее на недостаточную солидность 7-ки, теперь представительности, строгости и шарма у нее с избытком. Похоже, рестайл 7-ки будут скупать пачками. Хотя дореформенная G11-12 продавалась хорошо. На фоне баварского флагмана другие представительские седаны выглядят заурядно. Ситуация как с Rolls-Royce и Maybach. А вот интерьер изменился минимально. Появился новый дисплей на приборной панели с новым дизайном бесстрелок, поменялись кнопки на руле, установлена последняя версия операционной системы BMW Operating System 7.0. Но в передней части салона немного не хватает смелости, стиля S-класса. Хотя качество материала в подделке в 7-ке лучше. В богатство добавляют опциональная стежка на подлокотниках. Мультимедиа на втором ряду теперь комплектуются парой сенсорных экранов на 10 дюймов с разрешением Full HD и проигрывателем Blu-ray. В модели появился улучшенный помощник водителя Driving Assistant Professional с активной защитой от боковых столкновений, пробочным автопилотом и другими функциями. Как и другие BMW, 7-ка умеет возвращаться на 50 метров по ранее пройденной траектории. Технически в BMW прошлись по всей моторной линейке, добавившись у цилиндровых гибрид 745i, который по заявлениям производителя в комбинированном цикле может кушать 2,1-2,6 литров на 100 км в зависимости от модификации. Бит-турбомотор V8 4.4 серьезно модифицировали. У него новые головки блока, коленвал, шатуны, поршни, а также оптимизированная система впрыска, впуска, охлаждения и зажигания. Отдача 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента против 450 сил и 650 Нм ранее. Баварцы утверждают, что с надежностью нового агрегата проблем не будет. Мой выбор человека с бензином в крови, конечно же, 760. Именно это сочетание облика и технической начинки должно быть у лучшего представительского седана, поднимающего его статус и ощущения от поездки до небес. Плюс двигатель надежен. Думаю, самый продаваемый будет, конечно же, версия 730D, которая и находится у нас с Ефимом на тесте. Меня зовут Федор Ягудин. Это мой друг Ефим Гантмахер. Человек спортивный, в удобных тренировочных штанах серого цвета. Потому что за нами в фирменном сером цвете стоит BMW 7 серии. В кузове G12 рестайлинг. Самый масштабный рестайлинг за всю историю компании BMW. У меня есть подозрение, что серый цвет хорошо подходит как раз к моим штанам, но никак не седьмой серии. Потому что седьмая серия должна быть или черной, или, как мне больше нравится, белый, темно-синий. В крайнем случае серебристый, но не серый. Это прекрасный цвет был бы для им третий, для им четвертый, но не для семерки. Плюс вот это вот, вот это вот. Вот сюда я пролезу целиком, без проблем. В одну ноздрю пролезу я, в другую Ефим. Но вот у нас с ним спор зародился, и я хочу, чтобы вы в комментариях написали, кто из нас прав, а кто не прав. Мне кажется, что ноздри на семерке... Давай чуть разойдемся, чтобы народ видел. А здесь не надо, отходи. Я думаю, что на семерке ноздри смотрится гармонично, идеально. Она приобрела ту солидность, представительность, которой, возможно, ей не хватало в дорестайлинге. А Ефим вот считает по-другому, говорит, что это просто... Несколько лет назад мы с тобой ездили на семерке, когда она только вышла, и она была совершенно божественно прекрасна. Она отлично выглядела, выглядела так, как она должна выглядеть. Ехала так, как она должна ехать, и все было в ней замечательно. Сейчас это какая-то попытка угодить вот этой вот моде, которую взяли в BMW, делать гигантские ноздри. И отсюда все пошло криво. То есть мы помним один из моих любимых 65-х кузовов, у которого было усталое лицо. Да, усталое, унылое лицо. Усталый начальник был. Действительно была классная машина. Потом взяли, сделали рестайлинг, и она вся стала такая подтянутая в духе времени, в духе других моделей BMW. То же самое случилось здесь. Огромные ноздри, узкие глаза. Все то же самое, что мы видели с тобой зимой на новой трешке. То же самое, что можно сейчас увидеть на иксах новых. Ну, то есть это какая-то катастрофа абсолютно стилистическая. И Фима просто не остановить, сейчас он разошелся в критике. А на мой взгляд, знаете, как получилось? Вот BMW выкупила марку Rolls-Royce, значок Rolls-Royce, статуэтку, большую решетку и вознесла Rolls-Royce до небес. Сделал седьмой Phantom, теперь и восьмой Phantom. А теперь они пожинают плоды этого имиджа и шикарного вообще внешнего вида этой скалы в виде семерки. То есть это Rolls-Royce на минималках. По-моему, очень круто. Вот давайте в комментариях рассудите, прав я или прав Ефим. Потому что здесь, на мой взгляд, эти ноздри смотрятся реально круто. Если я согласен с Ефимом насчет... Да, просто у меня 44 размер. Измерить вот так можно. Больше, чем три кроссовка. Больше, чем три кроссовка. Но, на мой взгляд, парни, это реально супер представительный автомобиль, который смотрится очень круто. В X5 смотрятся ноздри так себе, привыкать надо. Тем более, вообще, X5, он какой-то, на мой взгляд, не самый лучший в этом кузове. X7 уже лучше, уже такая более мужественная форма лица. Но вот это, это реально просто монстр. Наглая морда. Я могу сказать, что мне нравится. Мне очень нравится оптика сзади. Вот эта вот единая ниточка прям вообще отлично зашла. Они, кстати, в 3D сделаны как бы. Да. Цвет есть вот на солнышке, он играется. Там в нем бронзовый отлив есть. Хорошо, но это все, что есть хорошее в этом цвете. Он не для этой машины. Ноздри не сюда, фары не сюда. Попытка сделать какое-то BMW, похожее на Rolls-Royce. Это просто провал. Как, на мой взгляд, обосрались в Мерседесе с Майбахом. Потому что, с одной стороны, да, они сделали его популярным и его покупают. Потому что он тяжелый. Да, но он перестал быть эксклюзивом. И просто вот так вот, совмещая Rolls-Royce с BMW, я боюсь, что есть шанс потерять и пафосности Rolls-Royce. Хотя, опять же, Rolls-Royce ничего не испортит, ничто. Но Rolls-Royce Phantom 8 выглядит очень круто. Но это не Rolls-Royce. Я недоволен. Я фанат марки, я фанат BMW 7 серии. У меня была старенькая BMW 7 серия. Да, у нас с Ефимом была 32 кузов. И это лучший кузов, который когда-либо был в 7 серии. У меня тоже на первом месте в плане дизайна всегда был 32 кузов. И вот этот дизайн, как мне кажется, все-таки смотрится максимально гармонично и красиво. И вот он сместил с этого первого места. Вот здесь мы с Ефимом разошлись. Я тебе больше не скажу. 7-ка в 32 кузове была хороша с узкими ноздрями. Рестайлинговая с широкими ноздрями была так себе. Именно с 32 кузова ноздри начали постепенно увеличиваться. В рестайлинге они стали шире. В 7-ке Е38 еще шире. 66-й, 65-й кузов обладал еще более широкими ноздрями, которые также расширились с рестайлингом. Ну и апогей, апофеоз и квинтэссенция, кульминация. Я думаю, в следующем поколении мы потеряем фары. В следующем поколении мы потеряем фары, да. Так, по поводу внешнего вида. Вам надо наш спор разрешить. Обязательно в комментариях пишите. Вы какую позицию разделяете? Ефима, мою? Или вы где-то посередине? Не смущайтесь, что мы говорим в тряпку. Не, ну мягенько, ну хорошо, ладно. Я сейчас найду до чего докопаться? Очень-очень подробно всю информацию от дороги он отдает в руль. Но при этом она так очень приятно покачивается. Понятно, что любая машина будет точно так же транслировать. Но просто мы же сидим в BMW 7 серии, а ты меня уверяешь, что здесь наследие Роллс-Ройса есть. Пока она производит впечатление такого большого, чего-то очень неповоротливого. И самое главное, на очень тяжелых колесах. Хотя я видел, что колеса здесь небольшие. Кстати, на нажатие кнопки спорт у меня что-то зажужжало над духом. Я не знаю, что это было, но это прикольно. Ну и хорошо, вот она стала пожестче. Она перестала чуть меньше качаться и еще больше мелочевки в салон отправляет. Есть у меня свой вариант, как сделать так, чтобы эту мелочевку не отправлял в салон. Надо ехать чуть быстрее. Ну вот, да, 100 км в час. Да, мы в спорте, она сразу такая жесткая становится, перестает плыть. Не страшно подъехать к повороту. А она поворачивает, кстати. То есть у нее нет вот этого ощущения, что она очень легкая, она все это может. Но она при этом все равно может. Вот это никуда не делалось. Но повадки стали подстать внешнему виду. Вот это, кстати, было прикольно. Довольно-таки такую большую волну машина проглотила, особо не поморщившись. Ну ладно, убедил, хорошо. В повороте хорошо. Чувствуешь, как она вообще прям все это делает? Ну, она, да. Кстати, что хорошо, она реально не кренится. Потому что я поначалу показал, что она сейчас просто ведет, будет наклоняться везде. А она нет, пожалуйста, спокойненько. Но вот в спорте она прям очень жесткая. Попробуй адаптив. Чтоб она сама под меня подстроилась. Да, подстроится под твою езду. Я еще не видел автомобиля, который может под это все подстроиться. Ну хорошо, поехали. Выезжаем мы из своего загородного дома, едем, как будто мы куда-то торопимся. Да? Навстречу деловую везете меня. Очень круто по набору скорости. То есть абсолютно не чувствуется никакого истеричного ускорения. Очень ровно. Ни одного переключения невозможно просто почувствовать. Только так где-то отдаленно услышать. Причем самый слабый мотор. Да, но разгоняется очень приятно. У меня очень нравится, как она может ехать медленно. Вот медленно и кайфово. Если на той машине, на которой мы с тобой ездили, прям хотелось лупить, прям вот на все деньги, здесь нет. Я тогда подумал, что это глупость выезжать на 7-й серии на гоночную трассу. И вообще не пожалел об этом. То есть это была очень крутая глупость. Много удовольствия, да? Да, совершенно в кайф проехались. Вот здесь, да, она может проехать через поворот, но мне не хочется. Прям вообще никакого желания. Тяжелая машина, прям вот действительно тяжелая машина. И чувствуется это. Но при этом все равно она может очень много. Больше, чем от нее ждешь. Перенастроили по лапке? Перенастроили, да, машину немножко изменили. Я еще придираюсь, потому что она мне не очень нравится внешне. Я еще годик похожу, посмотрю на них. Через годик мне она начнет нравиться внешне. И может быть тогда я скажу, что она хорошо едет. Потому что едет она действительно очень хорошо. Но просто сейчас я не готов это воспринять. У меня нет желания. Слушай, знаешь, еще в чем дело? Мы тогда катались на короткой, это длинная. Это, кстати, большой. Рыщет сразу-то не сказал. С этой точки зрения смотреть, да, тогда все сходится. Именно поэтому она мне кажется таким кораблем. Потому что я просто помню, что там машина прям вертка такая была. Мое мнение. Мне не нравится мелкая вибрация от колес. Мне очень нравится то, как она едет во всех своих режимах. И то, что это один из очень немногих автомобилей, где действительно ощущается разница между режимами движения. Третье. Очень приятный салон. И даже вот эта вот деревяшечка, которую я не знаю, что с ней сделали, чтобы она приобрела такой внешний вид. Но она смотрится круто. Проверим торможение. Все готовы. Да не хочу я проверять торможение. Ну что, ну тормозит она. Ну да. Она сразу начинает ремнем дергать, вот эту аварийку включать. Блин, вообще заднее сидение, она прям градусов, наверное, на 25 поменялась. Спинка практически вертикально поставила. Подготовилась к удару тачка. Вот это проработка безопасности. Наш комфортный режим движения. Это 60 км в час по загородной дороге. Это да, это вот прям ее. Здесь даже и вибрация не напрягает, и все хорошо. Попробуешь ехать 80, сразу в руль вот эта вот мелкая дрянь какая-то от колес идет. Попробуешь ехать еще больше, еще быстрее. Нарушишь правила дорожного движения. Что-то тоже делать нельзя. Вы знаете, как это модно было говорить? Машина провоцирует. Она всем своим поведением как бы показывает, что надо ехать быстрее, даже если нельзя. Я против. Так нельзя. Надо ездить по правилам. Ты только вырежи вот все то, что до этого было. Поклонники дорогих машин, поклонники любители, я за рулем. Я теперь за рулем. Ефим отправился дальше чинить свой боевой болид. Это я немножечко хочу с вами поговорить о том, что эта машина, она совмещает в себе на самом высоком уровне ее сумма качеств выше других. Сзади отлично, спереди классно. Вот это да, мелкая информация на руле, которая есть. Но это признаки того, что БМВ нам говорит, как сказал Ефим, мною можно управлять. Это действительно так. Еще она очень экономична, причем настолько, что ты просто забываешь о том, что нужно заправиться. Мне сейчас мой оператор напомнил, что 6 километров запас хода, поэтому воспользуемся управляемостью и резко завернем на заправку Astra. Я только что порекламировал заправку Astra, на самом деле просто это ближайшее, что попалось нам на Дмитровском шоссе. Загибайте пальцы. Комфорт, управляемость, третья, отличная шумоизоляция. Единственное, что чуть-чуть слышно, это шум от шин. Если бы не было слышно его, то было бы просто идеально. С точки зрения мультимедийной системы, лучшее это 4. В общем, машина для тех, кто не зря тратит свои деньги. Автомобиль действительно крутой. Номер один в этом классе. Кто бы что ни говорил. Есть у нас эти стереотипы с Mercedes-MOS класса, но эта машина мягче S класса. То есть разрушает первый стереотип. Сзади посадка на S классе глубже и ниже, чем здесь. Это плюс, безусловно. Но в целом, вот в плавности хода, конечно, и в управляемости, в том, как держит дорогу автомобиль, однозначно Семерка выигрывает. Статус внешне бомба. Есть стереотип, да, там, что S класс, там, король и прочее. Вот эта машина выглядит, на мой взгляд, гораздо круче. Мне видится следующим образом, что этот автомобиль перенял статус и солидность своего старшего собрата по концерну Rolls-Royce. Она теперь смотрится не хуже. И, на мой взгляд, Mercedes на фоне Семерки выглядит попсой. И крейсерская... А? Зашла. Зашла мне Семерка, так, и что Пятая? Должно же быть Пять, правильно? А Пятая – это технологическая начинка, которая на сегодняшний день самая продвинутая. Отдельное внимание стоит уделить тому, как смотрится Семерка ночью, блистая в лучах вечернего освещения всеми своими огненными поверхностями. А в интерьере играет новыми красками. Посмотрите, как все это красиво. Конечно, амбентной подсветкой уже никого не удивить, но у каждого автомобиля своя картина. И в Семерке она хороша. И свои Семерочные акценты особенны. Посмотрите, как подсвечена динамика. Как тысячами фигурок светится крыша. Да, Семерка очень хороша. Вдобавок скажу, что привык к приборке. Она информативная, хорошо читаемая и в целом мне нравится. Отмечу, что графика, качество камеры и картинки на мониторах, как всегда, эталонные даже ночью. А как хороши эти плафоны. Сколько уюта. Теплоты добавляют они своим светом в задней части салона. В общем, наслаждайтесь, друзья. Спасибо, что смотрели. И напомню вам, что за лучший, самый содержательный и интересный комментарий. Если видео наберет более 1000 лайков и 100 тысяч просмотров, мы вместе с Рольф Премиум на 85-м километре МКАДа подарим автору оригинальные часы BMW. Удачи на дорогу, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok